кстати мне вчера скинули одно сообщение невежественные люди любимее врагу чем работники агенты потому что враги используют невежду а он даже не знает об этом и он более стоек на своем заблуждении и не берет плату за это а также влияет на людей посредством своей искренности насколько это точные слова писаем что в россии сменилось правительство и чеченской республики дали независимость последует ли за ней другие кавказские республики твое мнение я не знаю клейтон я сейчас вообще нахожусь таком всяких сомнениях по поводу кавказских республик по поводу их готовности их желание вообще быть независимыми у нас был очень мощный такой шанс который представляется один раз там в несколько столетий он был вот тогда на рубеже конца 80 начала 90 это был тот момент когда все кавказские республики должны были как одна стать единым целым и вместе заявить о своих претензиях на суверенитет но к сожалению об этом заявила только чечня в итоге одну чечню показательно за это наказали и все остальные как молчали так дальше молчат поэтому сейчас я лично не берусь говорить о том что да конечно хотелось бы так сказать что да естественно сразу же там все я лично сомневаюсь я не знаю я я не вижу какой-то разницы между тем что было тогда и сейчас то есть я не я не вижу чтобы сегодня общество как-то было готово к подобному к подобной борьбе других республиках поэтому не знаю кстати говоря на канале адат я увидел вот такое вот видео это митинг по что мы с вами владимир владимирович мы с вами владимир владимир владимирович президент ну пророссийский такой провластный митинг и в принципе это абсолютно неудивительная вещь для для сегодняшней кавказской республики но я здесь хотел бы вот обратиться к тем знаете призывающим там разъясняющим религию людям которые поспешили рассказать всем положение навального положение митингов там в его поддержку вот сейчас разъясните пожалуйста также людям как вы видите они нуждаются в том чтобы вы разъяснили им положение путина положение россии положение их борьбы против кавказа кавказских республик с религиозной точки зрения расскажите им об участии вот подобных акциях подобных митингах насколько это дозволено по исламу не дозволено что за это будет какое наказание там и так далее проведите разъяснительную работу неужели это в меньшей степени нуждается в вашем разъяснении чем положение навального и митингов поддержку навального вот сейчас как раз очень удобный момент чтобы вы проявили свою искренность и беспристрастность в этом вопросе тем более я я смотрю в тех кто те кто живут в россии и мы находим оправдание здесь ничего не говорим но мы-то видим что большинство из вас тех кто высказывались тогда про навального вы уже все находитесь в турции там других странах давайте выскажитесь научите народ словами доносу как нужно что надо будет революции тварика масса но если под словом революции ты имеешь ввиду новое восстание борьба за свободу я уверен что это будет именно поэтому именно понимая что это будет россия и держит сегодня в чечне огромный контингент контингент российских войск там просто ужас сколько российских солдат находится на территории чечни на каждого на душу населения там наверно по одному солдату там все хотел бы такой же хана как у путина в геленджике говорит вот честно нет вообще не хотел ни в каких моих мечтах вот никогда не было такой хаты кстати мне вчера скинули одно сообщение невежественные люди любимее врагу чем работники агенты потому что враги используют невежду а он даже не знает об этом и он более стоек на своем заблуждении и не берет плату за это а также влияет на людей посредством своей искренности насколько это точные слова на насколько действительно невежественный человек особенно если он еще и какой-нибудь политик или что-то он решает и при этом он невежественный он действительно будет любимее для врага чем его агент потому что этот человек ему не нужно платить первую очередь враги ему ничем ничего не должен платить он и так будет выполнять выгодное для врага дело бесплатно при этом будет еще делать это искренне а когда человек делает что-то искренне это подкупает сердца людей люди видят в нем искренность и это их подкупает и они тоже идут ведутся на это заблуждение насколько это точные слова да теперь просто вспомните нашу историю вот современную все то что произошло в последние года то к чему мы сейчас пришли как мы к этому пришли и вы найдете отражение этих слов вот в этой последней нашей истории это было это было во многих решениях которые были приняты нашими политиками неправильно были приняты они были на руку россии они были только ей выгодны и это привело нас к подобной к подобному положению в котором мы сейчас находимся и также посмотрите на то что сегодня делают здесь так называемые политики люди которые хотят быть нашими политиками нашей властью посмотрите на их действия то что они совершают кому это выгодно то что они делают кто с этого сегодня смеется кто это использует в своих целях этим упрекает вы поймете вот здесь тоже найдете отражение вот этих слов вся проблема в невежестве наша сегодняшняя главная проблема нашего народа как и вообще всех народов наверное мире но мы сейчас будем говорить в частности о нас главная наша проблема это невежество наш главный враг сегодня это невежество и вот когда мы сможем это невежество побороть воспитать в нас грамотных и политические и по-иному грамотных людей тогда мы сможем как-то преодолеть эту ситуацию это вот о чем говорил шейх адбани когда видимо про сопротивление нам задавали вопросом борются сегодня не не то время когда нужно вести войны сегодня время когда нужно воспитывать людей нужно разъяснять сейчас надо именно на этом акцентировать все наши сосредоточить все наши силы на разъяснение на разъяснение вот этих основ религиозных иных вообще всех политических чтобы люди правильно рассуждали правильно мысли религиозных и что Субтитры создавал DimaTorzok